Музыка На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте! В начале выпуска коротко об основных событиях. Христово Воскресенье отметили православные верующие. Христос Воскресенье! Христос Воскресенье! В одной из пекарен в Видном для детей мобилизованных прошел мастер-класс по изготовлению пасхальных угощений. Те куличи, которые будут сделаны своими руками, дети могут забрать с собой. В Центре социального обслуживания «Домодедовский» прошел необычный сеанс одновременной игры в шашки. Впереди нас ждет турнир Московской области по русским шашкам. Православные верующие отметили светлое Христово Воскресенье. Во всех храмах Ленинского городского округа прошла праздничная ночная служба. Наша съемочная группа побывала в поселке Развилка. О радостных эмоциях прихожан расскажет Юлия Погосян. Шестинедельный Великий пост остался позади. В ночь субботы на воскресенье православные верующие устремились в храмы на пасхальную службу. Христос истинный Бог наш, волейте и причистое своей Матери во всех святых. Милуйте, спаси нас, яку благо человека любез. Традиционно за несколько минут до полуночи священнослужители и прихожане совершают крестный ход. Здесь, в поселке Развилка, пасхальную службу посетили сотни верующих. Настоятель храма, священник Петр Зорин провозгласил «Христос Воскресе». На лицах прихожан улыбки. Пасха – это главный православный праздник. У верующих он вызывает особые эмоции. Душа ликует. Это такое счастье, что у нас есть такой храм, что у нас идут эти службы, что такие замечательные отцы служат, служат, служат Господу Богу. Слава Христу! Христос Воскресе! Радуемся, что у нас Бог жив, что Он воскрес, Он с нами. Среди прихожан Развилковской церкви преподобного Иосифа Игумена Володского и председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко. Традиционно пасхальную службу посещает всей семьей. Праздник всех праздников. Это символ победы, жизни над смертью, добра над злом. Я от всей души хочу всем пожелать мира, добра, благополучия, добрых помыслов и добрых дел. Христос воскрес и победил смерть, а значит теперь люди будут жить вечно в Царстве Небесном. Сегодня православные ликуют и самое главное сохранить эту радость в своем сердце. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. В одной из пекарен в Видном для детей мобилизованных прошел мастер-класс по изготовлению пасхальных угощений, ароматных куличей и крашенок. Мероприятие в рамках проекта «Крепкая семья» организовала партия «Единая Россия». Любая выпечка, в том числе и пасхальный кулич, начинается с замешивания теста. Процесс увлекательный и ответственный. Ведь от правильности действий зависит конечный результат. Накануне светлого праздника в одной из пекарен Видного с ним решили познакомить юных видновчан из семей мобилизованных. Партия «Единая Россия» сегодня решили устроить мастер-класс по выпечке куличей. И все куличи, которые будут сделаны своими руками, дети могут забрать с собой, сходить в церковь с родителями и там их осветить. Ребятам предстояло замесить тесто, разлить его в специальные формочки и поставить в духовку. А пока куличи выпекаются, можно было заняться не менее интересным делом – приготовить крашенки. Дети очень увлечены всегда процессом, потому что это, я знаю, на своей практике. У меня четверо детей, поэтому мы всегда вместе с ними готовимся к этому празднику. И особенно дети любят творческий процесс, когда дело доходит именно до покраски яиц. На этот раз украсить яйца ребятам предложили весьма необычным способом – с помощью техники декупаж. Мы берем наше яйцо, оборачиваем его салфеточкой. Ребятам активно помогали партийцы и активисты молодой гвардии. В результате получились красивые, оригинальные и вкусные пасхальные угощения. Мне тут нравится. Я делаю кулич. Также партийцы и молодогвардейцы Ленинского городского округа в преддверии праздника поздравили и вручили пасхальные наборы многодетным семьям военнослужащих и ветеранам. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Катаемся аккуратно и безопасно. В Ленинском городском округе продолжается серия профилактических мероприятий, направленных на профилактику нарушений при езде на самокатах, скутерах, велосипедах и других средствах индивидуальной мобильности. Вместе с сотрудниками ГИБДД на улицы города вышла и наша съемочная группа. Это светоотражатель, чтобы машина видела ночью пешехода. Правила дорожного движения знают на отлично, но повторить их всегда полезно. В муниципалитете продолжаются профилактические рейды. Один щелчок спасает жизнь, твой шанс и средства индивидуальной мобильности, в ходе которых о безопасности напомнили и взрослым, и особенно детям. С приходом тепла на улицы вывалила детвора, и многие ребята сейчас с удовольствием катаются на различных транспортных средствах. Сейчас у нас огромное количество транспортных средств новых появилось. Сегвеи, различные ролики, моноколеса, электросамокаты, гироскутеры. Все это такое новое, а для ребят наших они уже умеют на них ездить. Я думаю, что не каждый взрослый даже, если встанет на такой транспорт, удержит равновесие. Поэтому мы объясняли сейчас ребятам о том, что прежде чем кататься, они молодцы, они научились. Но для того, чтобы это безопасно было, они должны использовать средства защиты. Шлемы на локотнике, на коленнике и перчатке – основа безопасной мобильности. Забывать их дома не стоит, они действительно спасают от травм и ссадин. Десятилетний Артемий каждый день катается на площади у кинотеатра «Искра» и всегда в полной амуниции. Я всегда одеваю на коленнике и шлем для своей безопасности. Кроме того, с ребятами провели профилактическую беседу сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. И здесь ребята также показали отличные знания. Находите на улице. До 22 часов. Правильно. А после 22 часов что нужно? После 22 часов мы должны емко быть и вообще по-хорошему должны спать. Радует, что дети знают правила дорожного движения, также знают время посещения на улице, до какого времени они имеют право находиться на улице. Знают то, что не нужно нарушать общественный порядок, также знают некоторые статьи административного кодекса. Также в ходе профилактических редов сотрудники ГИБДД напомнили водителям транспортных средств необходимости пристегиваться. Всегда, даже когда ехать всего пару минут. Это тот самый щелчок, который поможет сохранить самое дорогое – жизнь. Постоянно пристегиваетесь в машине? Да, постоянно. Только вот сейчас отъехал в магазин, а рядом просто было. Бывают случаи, что не пристегиваетесь? Но вам сегодня повезло, что вы проехали мимо нас, пристегнувшись. Поэтому вот хотелось бы, чтобы вы пожелали нашим другим участникам дорожного движения соблюдать правила. Пристегиваетесь, уважаемые водители, на дорогах очень опасно. Что еще добавить? Будьте аккуратнее. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Центре социального обслуживания «Домодедовский» прошел сеанс одновременной игры в шашки. Ему предшествовал мастер-класс, на котором всех желающих посвящали секреты и тонкости этой игры. Занятие проводилось в рамках губернаторской программы «Активное долголетие». Шашки ходят только по черным полям и только на один ход вперед. Когда перед вашей шашкой стоит шашка противника, а за ней свободное поле, то надо ее срубить. Многие умеют играть в шашки, но немало и тех, кто впервые решил заняться этой увлекательной игрой. А потому объяснять надо даже элементарные вещи. А в зале сидят участники губернаторской программы «Активное долголетие». Теперь у них появился еще один способ полезного времяпрепровождения. Между Федерацией шашек Московской области и Минсоцразвития Московской области заключено соглашение, в рамках которого мы проводим ряд мастер-классов. Проведено было уже пять мастер-классов в других муниципалитетах. Планируется охватить все муниципалитеты Московской области. Преподаватель Владимир Кузнецов занимается шашками 50 лет. Является неоднократным призером соревнований различного уровня. Активно развивает этот вид спорта в Ленинском городском округе. Нынешний мастер-класс – лишь начало большой работы. Впереди нас ждет турнир Московской области по русским шашкам. Поэтому сегодня нам важно было, чтобы к нам приехали такие активисты. С тем, чтобы потом уже вот этот вид, наверное, активности был для них родным, что ли. И, наконец, важнейшая часть мастер-класса – сеанс одновременной игры. Чтобы процесс проходил максимально динамично, Владимир Кузнецов привлек помощницу. Ирина, несмотря на юный возраст, уже имеет первый разряд по шашкам. И хотя за столами в основном новички, игра на двоих является определенной форой. У нас сейчас сложная ситуация, потому что Ира делает одни ходы, и я не знаю ее планов. Для чего она сделала, я должен быстро сообразить. Пока у нас борьба идет равная. У игроков разная поведенческая тактика. Кто-то сосредоточенно думает над следующим ходом, а кто-то не прочь попросить совета у соседа. Тем более, что среди участников немало и тех, кто уже давно играет в шашки. У меня внук очень хорошо играет и в шашки, и в шахматы. Ну, воля-то к победе есть? Ну да, я сколько раз побеждала у них. Но с гроссмистером еще не играли? Нет. Большой турнир по шашкам среди участников программы «Активное долголетие» планируется провести летом. Так что времени немножко подтянуть свои умения хватает. Максим Козлов, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Максим Козлов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok